Всем привет! Как и говорила в прошлом видео, сделаю зубатку с овощами. Это очень вкусное блюдо, поэтому и делюсь с вами рецептиком. У меня на канале уже не одно блюдо из зубатки и зубатка взята не случайно. Она очень полезная и безопасная рыба. Я сейчас говорю о наличии различных паразитов. Раньше она считалась деликатесом, ее было трудно достать. Она и сейчас считается деликатесом, но уже доступна в любом супермаркете. По-другому зубатку называют морской волк. На вид, конечно, она устрашающая, но по вкусу имеет белое, нежное и очень вкусное мясо. Что я уже готовила из зубатки? Это рыбный суп. Варила я его с рисом. Делала зубатку в кляре. Получилась очень сочная рыба. А, и что очень важно, я не сказала, в этой рыбе нет мелких костей. И не надо их выбирать, допустим, как в речной рыбе. Готовила из нее рыбные котлеты. И еще готовила вот такой вкусный и красивый салат из копченой зубатки с сыром, яйцом и авокадо. Все эти видео вы можете посмотреть у меня на канале. Подписывайтесь, жмите колокольчик и давайте вместе готовить уже проверенные рецепты. Итак, чтобы приготовить зубатку с овощами, я взяла кусок рыбы, овощи, помидор, болгарский перец, репчатый зеленый лук и фольгу. А также соль, перец по вкусу и подсолнечное масло. Солю, перчу рыбу и даю ей немного постоять. Переворачиваю ее на другую сторону и делаю то же самое. Нарезаю лук полукольцами. Далее у помидора удаляю место плодоножки. Вот таким образом. Помидоры режу так, сначала пополам, затем также полукольцами. В это блюдо можно взять разные овощи, те, которые вам нравятся. Например, кабачок, цукини, баклажан, картошку. Тоже будет очень вкусно. Получится полноценный обед или ужин. Чищу болгарский перец, удаляю косточки. И режу его вот на такие полоски. Итак, все овощи готовы. Теперь делаем основное блюдо. Для этого мне понадобится фольга. Выкладываю рыбу на фольгу. И добавляю к ней овощи. Так, в произвольном порядке. Еще можно добавить сюда ложечку подсолнечного масла. Тоже будет вкусно. Далее заворачиваю рыбу со всех сторон вот таким образом. Можно еще дополнительно завернуть. Разогреваю сковороду, наливаю воды и кладу рыбу. Получилось так объемненько. Накрываю крышкой и тушу около 20 минут. Если вода испарится, то нужно ее будет долить. Следите за этим. Вот так она готовится. И вода будет в любом случае испаряться. По истечении этого времени смотрим, что получилось. Раскрываю рыбу. И вы знаете, такой аромат уже идет. А получилась очень вкусная и сочная рыба с овощами. Осталось ее теперь выложить и как-то красиво украсить. Выкладываю ее на тарелку и рядом раскладываю овощи. Вот таким образом. Посыпаю зеленым луком. Можно сбрызнуть лимоном. И все готово. Остынет и можно кушать. Как вам такой вариант приготовления рыбы? Напишите в комментариях. Если видео понравилось и было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И делитесь с друзьями вкусной и полезной информацией. Ну а я всем желаю хорошего настроения и приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...